Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить Вашему вниманию краткий обзор винтовочной пули от финской компании LAPUA известный бренд у меня в руках пули в 310 калибре вес 200 грейн 13 грамм модель этой пули d166 пуля fmg bt bk 0448 выпускается компания LAPUA в таких пластиковых боксах синего цвета по 100 штук Внутри бокса всеми давно привычные наклеечки от компании LAPUA, вкладыши, то есть в принципе финны делают так более менее все красиво Но опять таки не все финны, у SAKA там все более аскетично с полиграфией и упаковкой Вот пуля, про которую я хочу сегодня вкратце рассказать Вот видите, необычная форма Точнее не то что необычная, а такая классическая для пуль fmg компании LAPUA Пуля d166 подойдет для спортивной стрельбы в первую очередь, ну и для охоты как и любая пуля fmg Пуля хвостовой частью имеет такой же дизайн, что и легендарная пуля d46 в 30-ом калибре Ну так же можно сказать о пули b416 в том же весе, но в калибре 30-ом Вот это пуля b416, я о ней рассказывал ранее Ну то есть вот мы видим, что в принципе основание у них одинаковое В принципе классифицируется как bt bottail, но оно здесь такое не то что ярко выраженное, а вот такую своеобразную усеченность имеет Так или перепутать Пуля d166 на самом деле довольно таки легендарная пуля для Финляндии, да, то есть вообще в принципе Вот, финны когда-то были частью России, можно так сказать, да, но со всеми вытекающими Вот, и эта пуля использовалась у финских, как бы в финской армии, да, с 36-го года И по большому счету, до сих пор пользуются хорошей репутацией Как среди стрелков, да, по мишеням, вот, так и среди охотников Вот, именно из-за хорошей дальности полета, то есть по средней, вот на среднюю и большую дальность Для охоты, конечно, эту пулю используют в первую очередь, ну, как любую ополочку, да, то есть это Для меньшего повреждения шкуры и меха С этой задачей, как бы, да, пуля FMG справляется лучше, да, чем та же самая полуоболочка там экспансивная Знаю, что в России этой пули снаряжают боеприпас, ну, 7,62х54, понятно, и 7,62х39 Конечно, для 7,62х39, ну, эта пуля является, прям, так скажем, сверхтяжелой Поэтому скорость ее будет низкая, да, и эффективность будет на ближних дистанциях Вот, поэтому в калибре 7,62х39 она подойдет, разве что для практической стрельбы Ну, или какой-то экзотической, да, то есть, ну, в принципе, кто ставит такую тяжелую пулю на 39 Тот знает, для чего он это делает Ну, как и все пули компании Lapo, да, эта пуля надежна, качественна, да, и не имеет изъянов По большому счету, что вот пули FMG-BT, что сценары, что мега, да, это вот такие линии от компании, да, которые стали уже как-то, ну, они сами бренды, да, то есть, вроде как бренд у нас компания Lapo, но вот эти вот линии, они уже являются своеобразным брендом Так, сейчас посмотрим на вес Пока весы прогреваются, я вам скажу, какая длина этой пули Пуля длинная 33,9 мм Длина по диаметру По диаметру у нас Так, ну, 7,87, да 7,87 Миллиметр, ну, это 310 Это 310 Так Ну, сейчас посмотрим, что у нас С развесовкой По нашей классической схеме Выставляем Проверять 5 пуль Первая пуля 200,4 грамма 200,5 200,5 200,5 200,8 200,9 Ну, в принципе 0,3 0,4 Грейна На такой вес пули 13 грамм, да, то есть, в принципе, это Ну, практически ничего Ну, опять-таки Забираем погрешность весов 0,1 То есть, пули вполне, вполне Совестный Да, то есть Ну, говорю Отличное финское качество Ну, тут про пули что можно сказать Да, вот как я сказал Значит, здесь у нас Корма Усеченная Здесь мы видим Канелюрку Ну, вот, в принципе Позволяет она Обжимать Пулю В гильзе Удобная Посадка В гильзу, да Соответственно Из-за того, что здесь у нас Усеченная Корма То есть, при снаряжении Боеприпасов Никаких проблем Особенно У начинающих Так скажем Релоудеров Не возникнет Вот Все, что я хотел вам рассказать Коротенько Спасибо большое За внимание Если есть у кого-то Опыт использования Да Опыт охоты С этими пулями Можете в комментариях Рассказать И поделиться Своими впечатлениями Понравилось Не понравилось Ну, хотя эта пуля Вряд ли кому-то может Не понравиться, да То есть, это Хорошая старая Финская классика Подписывайтесь На наш канал Оставайтесь с нами Хороших вам охот Удачных Точных стрельб Берегите себя, господа До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!